Добрый день! Всем собравшимся и всем, кто мечтал к нам присоединиться, но не смог. Наша специализация очень узкая и мы занимаемся исключительно поставкой теплоизолированных трубопроводов. Лично я занимаюсь этим уже больше 20 лет. Практически всю сознательную профессиональную деятельность, только исключительно теплотрассами. Наша компания занимается на этот момент поставкой теплоизолированных трубопроводов «Терендис». Это торговая марка бельгийской компании. То есть трубы производятся только в Бельгии, в Европе и поставляются в Россию. В России есть один единственный склад, с которого отгружаются все необходимые заказы. Компания-производитель расположена в городе Гент, в 50 километрах от столицы Брюсселя. Общая производственная площадь порядка 9 тысяч квадратных метров, плюс офисные здания. И в первую очередь ориентирована на экспорт. То есть больше 90% производимой продукции реализуется как в европейские страны, так и в Россию, и в Азию, и в Северную Америку. Для чего предназначены теплотрассы? В первую очередь это теплоснабжение, то есть передача тепловой энергии от различных источников тепла. Теплоизолированная труба «Терендис» или вкратце теплотрасса предназначена для подачи отопления, либо горячего водоснабжения. Почему две напорных трубы? Потому что отопление должно быть обязательно закольцовано, то есть одна труба для подачи отопления, вторая для возврата обратно в котел и последующего нагрева. Диаметры для коттеджного строительства начинаются от 25 миллиметров и заканчиваются 63 миллиметрами. 25 миллиметров – это тепловая нагрузка от котла порядка 30 киловатт. 32 диаметр – это порядка 60 киловатт. Длины от 1 до 100 метров, кратно метру все отрезается, поставляется. Для монтажа используются фитинги, которые устанавливаются только с помощью гаечных кручей. То есть не нужен ни специнструмент, ни специальные навыки. Второе назначение – водоснабжение, как горячие, так и холодные. Теплоизолированный турбопровод «Квадра Терендис» предназначен для подачи отопления – это цветной контур, оранжевая и синяя труба – и горячего водоснабжения. Белые трубы двух диаметров, отличающиеся незначительно друг от друга, поскольку горячее водоснабжение имеет расход, поэтому для возврата используется труба меньшего диаметра. Позволяет сэкономить на подаче отопления и горячего водоснабжения от котла к источнику, то есть к дому или от дома к бане, поскольку совмещаются сразу оба контура. Минимальные диаметры 25 мм, максимальные – 40 мм. То есть до 120 кВт мы можем передать таким образом отопление в одной трубе. Отрезается и поставляется под заказ в течение 3-4 дней, кратно метром любой метраж, который вам потребуется. Рекомендуемая глубина укладки – не менее 1 метра. Теплоизолированный трубопровод «Квадра Терендис» для холодного водоснабжения. Существует в двух версиях – ПНД труба теплогидроизолированная, а вторая версия – теплогидроизолированная ПНД труба плюс дополнительный кабель-спутник, то есть греющий саморегулируемый кабель. Он дает гарантию того, что ваша система холодного водоснабжения, даже прикопанная не глубоко, то есть не более полуметра, при работающем кабеле гарантированно не замерзнет. То есть вы постоянно будете иметь холодное водоснабжение, работающее круглогодично, даже в самый холодный период времени. Используется для прокладки трасс от скважин или колодцев к дому или к любому другому потребителю, или от дома к бане. Поставляется кратно метром, минимальный диаметр для трубы без кабеля – 25 мм, напорная труба для трубы с кабелем – 32 мм. Этого более чем достаточно для бытового водоснабжения. Третье – напорная канализация, то есть отвод сточных вод от источника к месту очистки или сброса защиты от замерзания. Канализация именно напорная, не самотечная. И также трубы могут использоваться для систем централизованного холодоснабжения чиллерных. Конструкция трубопроводов, она в общем-то стандартная. Можно выделить три основных элемента. Главное – это напорные трубы. В данном случае это ПЕКСА, то есть поперечный сшитый полиэтилен по методу Энгеля. Теплоизоляция вокруг труб, второй элемент, выполненная послойно, то есть отдельный слой не связан с соседним слоем. И третий элемент – это наружный защитный кожух. Каждый из этих элементов, он достаточно уникален по сравнению с аналогичной продукцией. Напорные трубы выполнены в таком вот световом решении, что позволяет элементарно заречать подачу и обратку, не путая при подключении, как это иногда бывает. Особенно у неопытных монтажников или частников, которые самостоятельно подключаются. Тепловая изоляция, она опять же из отдельных слоев, не связанных друг с другом. Максимальная плотность и количество по влагопоглощению менее 1%, что способствует максимальной эффективности с точки зрения теплопотери. И защитный кожух также обладает двумя уникальными особенностями. Первый – это он двухслойный. В разрезе очень хорошо это видно и наглядно. То есть есть один слой и второй слой под ним. А вторая уникальная особенность этого кожуха, что ребрение максимально плотное на единицу длины, насколько это возможно. Трубы в первую очередь используются для бесканальной, то есть подземной прокладки в траншее. Также могут использоваться и при канальной прокладке, или при воздушной, если обстоятельства на объекте складываются таким образом. Напорные трубы начинаются с диаметром от 25 мм и заканчиваются с 125 для одинарных труб, а двойные – до 2 по 75 мм. Четырехтрубные системы также присутствуют в ассортименте с диаметром до 40 мм напорные трубы. Фотографии элемента производства в Бельгии, то есть используется разделяющий сердечник для труб отопления, достаточно дорогостоящий элемент, напорные трубы. И теплоизоляция, ее особенность, как уже говорил, практически отсутствующее водопоглощение. Теплоизоляция из пинного полиэтилена в два раза легче, чем изоляция, соответствующая из полиуретана. А те самые отдельные, не связанные слои теплоизоляции, скользящие друг относительно друга, способствуют в первую очередь самокомпенсации при температурных расширениях, удлинениях, и не вызывают разрушения теплоизоляции, как в случае с трубами из полиуретана. В разрезе тот самый защитный кожух, видно отдельные камеры, которые замкнуты и друг от друга отделены. Что это дает? Если мы повреждаем случайным образом, понятно, первый верхний гофрированный слой, и вода грунтовая в него попадает, соответственно, вода в этом одном кольце и остается, не попадая в соседние слои. Максимально частое ребрение дает гибкость, поэтому мы позиционируем трубопроводы Терендис именно как гипергибкие, не просто гибкие или условно гибкие. То есть это действительно самый гибкий продукт, который предлагается на отечественном рынке на данный момент. Несмотря на двухслойность или благодаря этой двухслойности, кожух имеет жесткость кольцевую на SN8, то есть трубы можно закладывать на глубину до 6 метров без каких-либо проблем. Конечно, такая необходимость редко встречается, но тем не менее. Трубы конструктивно могут существовать в одинарном варианте, в парном варианте и в четырехтрубном исполнении. Трубы для холодной воды также в одинарном либо парном. И также в одинарном труба с греющим кабелем, то есть подогревающий спутник, который не дает воде в трубе замерзнуть, предотвращает замерзание. Максимально грамотные инженерные решения мы имеем, когда рассматриваем трубопроводы Терендис. Они могут эксплуатироваться и использоваться практически неограниченно. То есть в любой климатической зоне России вы можете их укладывать при любом типе грунта. Ну, разве что в скалу при скальных грунтах будет немножко сложно копаться. Срок службы как раз не менее 50 лет. То есть если мы не превышаем рабочие параметры, они с большим, то есть двух-трехкратным запасом относительно, скажем, бытового использования. Подобные трубы прослужат и нам, и, надеюсь, нашим детям, и еще и внукам. Слушай, чуть не забыл. Как вот часто вы сейчас меняете старые инженерные решения на новые? То есть по тем же коммуникациям прокладываете или вообще новые приходится делать дренажные всякие колодцы и так далее? Ну, есть как и новые сети, да, так, как вы правильно заметили, и реконструкция сетей. Особенно это касается муниципальных объектов, где сети изношены более чем на 70%. И тут уже все зависит от конкретных условий на определенном, то есть на том или ином объекте. Если заказчик обладает средствами и возможностями вскрыть старые сети, то тогда мы можем положить и новые на место старых. Либо они могут прокладываться независимо, то есть параллельно старым сетям, если старые просто отключаются, но не выкапываются. Помимо трубопроводов предлагаются, естественно, все необходимые фитинги и аксессуары. То есть мы комплектуем полностью систему, а не продаем просто отдельно только один трубопровод. Уникальность и особенность фитингов в том, что их можно установить без использования какого-либо специального инструмента и не обладая соответствующими навыками по работе с этим инструментом. То есть фактически с использованием только одних гаечных ключей вы можете собрать эту систему абсолютно где угодно, в любых природных условиях. Конструктивно фитинги отличаются от аналогов тем, что у них имеется, то есть их конструкция удлиненная с обеих сторон, то есть и резьбовая часть в два раза длиннее, чем у аналогов, и обжимная часть с хомутом, соответственно, тоже в два раза длиннее, даже в два с половиной, что обеспечивает большую площадь обжима и соответствующую надежность. Фитинги имеются, фитинги этой конструкции на все необходимые диаметры, то есть до 125 мм включительно. В фитингах предусмотрена защита от выщелачивания цинка, то есть обецинкивания, и их можно использовать как на отопление, так и на горячем водоснабжении. Помимо фитингов, то есть переходов на наружную резьбу, существуют различные уплотнения подобного плана, например, гидроизоляционный колпачок, который одевается на торец трубы, с помощью феностроительного усаживается и дает полную гидрозащиту этого торса, то есть вода попасть не может в кожу. Необходимые элементы для теплоизоляции соединений, мест соединений, либо поворотов, если в этом есть какая-то необходимость. И просто декоративные колпачки, различные узлы прохода сквозь стену или фундамент при необходимости, также все это существует и есть на складе. Если сравнивать конкурентные варианты, то условно их можно разделить на два типа. Первый тип – это экструзионная технология. Есть трубы как с полиуретановой изоляцией, так и с изоляцией спинного полиэтилена. И листовая технология, то есть когда листы теплоизоляции соединяются несколькими слоями, как и в нашем случае. С ППУ все достаточно однозначно и понятно. То есть это трубы с тонким слоем теплоизоляционным, со слабо выраженной гофрированностью, и они в реальности достаточно жесткие. То есть по сравнению с вот этими трубопроводами, конечно, там жесткость отличается чуть ли не в два раза. Кроме того, полиуретан – штука не совсем долговечная, и к концу первого года эксплуатации его теплопроводность изменяется уже в худшую сторону на 30%, в чем это происходит вне зависимости от производителя. Полиэтилен тоже бывает разного качества. Соответственно, с разной плотностью и с разным количеством закрытых пор. То есть структура полиэтилена тоже отличается в зависимости от производителя. В результате мы имеем в виду, имеем как качество совершенно разные типы потери. Этот производитель тип 3 максимально близок конструктивно к нашей технологии, то есть практически полная альтернатива, за исключением того, что кожух здесь однослойный. И ребрение кожуха существенно не такое частое, как в случае с трубами Терендис. Здесь представлен как раз вариант теплоизоляции из шитого полиэтилена двух производителей. Справа Терендис, вот его плотность, линейка для увеличения, для сравнения. Мы видим закрытые поры, замкнутые, поэтому влагопоглощение тут практически полностью отсутствует. Слева другой производитель с рваными, не соразмерными порами, совершенно разной величины. И тут совершенно будут другие уже качества по теплопотерям и по влагопоглощению. Относительно труб с полиуретаном, который, опять же, во-первых, не вечен с точки зрения постоянных своих теплопроводных свойств, помимо этого он еще и достаточно хрупок, и даже тонкий слой не спасает его от растрескивания, которое происходит просто даже при намотке труб, уже при заводском изготовлении, ну и при обратной размотке труб на объекте. Вот фотография, где наглядно видно, что с полиуретаном происходит. Соответственно, это тоже не способствует хорошим теплоизоляционным свойствам. Опять же, не очень положительное свойство труб с полиуретановой изоляцией. Для монтажа фитингов требуется тщательная зачистка трубы от полиуретана, чего достичь без разрушения защитного слоя кислорода практически невозможно. То есть, как финишная зачистка используется наждачная бумага, которая весь этот слой уничтожает, а без использования наждачной бумаги эта зачистка невозможна. Ну и кожух у подобных трубопроводов, он, соответственно, не обладает гофрированностью, и любой поворот вызывает вот такие вот заломы. Да, конечно. В первую очередь мы позиционируем этот продукт именно для малоэтажного коттеджного строительства в массовом сегменте. Эти трубы гораздо более доступны, чем думают многие. Поэтому пожелание такое. Очень хорошо и правильно подходите к расчету по стоимости, к расчету по стоимости не только первоначальных ваших вложений в подобные трубопроводы, но и стоимости эксплуатации минимум на 50 лет. Тогда вы получите цифры, которые вас точно не разочаруют. Практически в два раза больше колец у трубопроводов Терендис. Вот эта труба диаметром 2 по 25 в кожухе 140 мм, с радиусом изгиба порядка 35 см. То есть человек может ее согнуть вот в такое состояние при необходимости. Вот эта же труба у нас на стенде на выставке изогнута в виде восьмерки. И это еще не предел для ее изгиба. Начиная с 2009 года поставок, в том числе и на крупные объекты, было достаточно много. То есть с точки зрения референс-листа со всем этим тоже можно ознакомиться. Что мы имеем как результат? Готовую систему, то есть и трубы, и все необходимые комплектующие. Действительно европейское производство, поскольку и трубы, и комплектующие производятся только в Европе. Уникальный двухслойный кожух с максимальным орибрением, цветовую индикацию напорных труб, долговечную теплоизоляцию с практически отсутствующим водопоглощением. Все трубы поставляются любым необходимым метражом, кратно метру, имеют транспортные габариты, которые позволяют перевозить в обычном грузовом транспорте или с использованием транспортных компаний в любую точку России. Готовность к отгрузке один день, соответственно срок доставки в Екатеринбург через компанию Сантихит 2-3 дня. Для размотки труб используется специальное оборудование. Для размотки и намотки в необходимый отрезок это оборудование установлено у нас на складе. И именно поэтому отгрузка производится максимально быстро, и трубы имеют необходимые компактные размеры для перевозки. Вся продукция, естественно, сертифицирована и под европейские, и под наши отечественные нормы. На этом все. Будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Продолжение следует...